Спасибо. Здравствуйте. Приглашаю вас на практическое занятие по применению интерактивных методов обучения любой республики на примере обучения иностранному языку. Меня зовут Несяева Сальвана Борисовна. Начинаем. Попробуем в ходе нашего занятия доказать гипотезы, что интерактивные методы обучения выступают одним из эффективных средств формирования положительной мотивации к изучению предметной дисциплины. Ну, давайте начнем. Скажите, пожалуйста, кто считает, что изучение английского языка это трудно? Вот поднимите ровно, пожалуйста. Трудно. Трудно, да. А кто считает, что это скучно? Фразовые глаголы, неправильные глаголы. Не сложно. Интересно всегда запоминать учить. Да, давайте по этому попробуем сейчас доказать и продемонстрировать, что вот такие приемы, как ИКТ, джаз-чант, джазовый чант и другие активные методы поисковые и так далее способствуют развитию мотивации, что вам будет интересно и легко. И вы возьмете что-то для себя. Можете ли вы определить тему? What is the topic? Какая будет сегодня тема у нас? Учитель года. Yes, you are absolutely right. Thank you. It's... Учитель года. А какие слова к вам приходят, когда вы слушаете? Учитель года. Вот что вы испытываете? Слава, давайте. Учитель года. Учитель года. Can you speak in English? На английском? Lesson. Lesson. Нет, я что не знаю. Стануешься на английском? Тичер. 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 Хорошо. Еще что? Шок. 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 Шок? Шок это по-нашему. Окей. Так. Допустим. Еще? Ну, вдруг и флотнула. Давайте я вам помогу. Вот это такое слово. Чилбрен. Окей. Чилбрен. Чилбрен. Вот это что? Ваша ассоциация. Ну, это уже, наверное, есть. Да. Учитель. 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 Так. Творчество. Это? Творчество. А по-английски можете сказать? Game. По-английски. Game. Good. Creative. Кто-то говорит, да? Create. Create глагол или creative, да? Creative. Ну, назовем его. Игра. Баскетбол. Баскетбол. Спорт. Да? Баскетбол. Баскетбол. Спорт. Да? Баскетбол. Ну, баскетбол это уже надо. Вот я забываю, кто-то используется. Угу. Так. Извините. Так. Здесь. Никому не пришло так. Да? Какая ассоциация в голову с конкурсом учитель года? Эксперт. Эксперт или жюри. А на английском знаете как жюри? Нет. Эксперт звучит лучше. Эксперт. Эксперт. Эксперт возьмем. Эксперт. Да? Или джюри. Да? Окей. Так. Тут сложнее, да? Более значительно сложно определить. Это шоу. Это шоу. Выберите шоу. Руки трясутся. А. Руки трясутся. Выберите. Какой? Эмоушен. Эмоушен. Смотри, не подходит, да? Эмоушен. Допустим. Угу. Пока думайте на следующий. Тут тоже более так многозначно. А как сказать на слушание? Как? Фан. Гуд? Еще? Номер. 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 Фан. Да. Номер. Концерт. Тут что? Какое слово подходит? Lecture. Lecture. Или? Workshot. Workshot. Окей. Ну, достаточно, я думаю, да? Давайте сейчас попробуем определить количество словов. Ну, вот в некоторых, да? В словах. Ну, вот давайте. Сколько словов здесь? Два. Вы слышите? Workshot. Два. Один. Один. Emotion. Три. Три. Ну, еще давайте. Три. Креатив. Угу. Так. Это вот сюда. Три. Плата. Один. Эксперт. Два. 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 Ну, и так далее. Два. Джури. Два. И так далее. И, ну, достаточно. А теперь давайте узнать, что попробуем. Запомнить эти слова. Вот те, которые у нас не на слуху, да? Например, возьмем любую. Emotion Fun Workshop. Да? Возможно, теперь джазовые чанты, это термин, да, с которым мы сегодня будем знакомиться, они помогают вспоминать слова и они строятся по определенной форме. Вот сейчас мы сами попробуем вывести эту формулу. Джазовый. Джазовый такт. Он четырехтактный, да? One. Two. Three. Four. Давайте попробуем. Workship. Emotion. Fun. Four. Workship. Emotion. Fun. Забывайте прогомаривать, да? Попробуйте. Workship. Emotion. Workship. Emotion. Fun. Workship. Emotion. Fun. Workship. Emotion. Workship. Emotion. Workship. Emotion. Fun. Good. I'm very glad. Хорошо. Давайте посмотрим сейчас, вот что мы делали для того, чтобы вот такой простой чант составить. Вот какой алгоритм по созданию чантов? Вот что мы делали? Разбили на слоги. Разбили на слоги. Разбили на слоги. Разбили на слоги и подобрали на ритм. И вот попробовали, да? Попробовали, да? Зарифровать, да? Зарифровать по определенной формуле. А по какой формуле? Вот смотрите, я вам дам две на выбор. Так, алгоритмы уже с вами, да? Две на выбор. Вот как вы думаете, какая здесь формула? Вот эти обе формулы, они рабочие, но мы работали по одной. 2-3. 2-3-1. 2-3-1. 2-3-1. 2-3-1. 2-3-1. Алгоритмы с вами определили верно. Вы знаете, автором этой методики, этого метода, приема является Каролин Греха. Она американский профессор, музыкант и поэт. И работала последние 30 лет очень активно. Вот с этим методом ездила по всему миру. И очень популярны эти джазовые чанты. Не только вот при изучении английского языка могут быть, но и также при изучении любой другой дисциплины. Например, вот мне сразу, когда мы плели, да? Как запомнить? Вот мне никак вот это вот, каточик не могла запомнить. Новое слово сегодня узнала, да? Ива, каточик, стул. Попробуем? Ива, каточик, стул. Ива, каточик, Ива, каточик, Ива, каточик, стул. Очень, очень активно и популярны эти методы. Именно вот в тех культурах, где люди, вот хоровое такое. И в Корее очень активно. Где люди... Пожалуйста, пожалуйста. Так. Давайте продолжим. Лексический, грамматический и мини-диалогик. Мы с вами попробовали самый простой вид чант. Он лексический. Скажите, пожалуйста, вот... Лексический вид чанта, он всего из трех слов состоит. Да? Мозгу... Вам понравилось, да? Мозгу очень нравится, когда очень просто. Когда додумывать, особого ничего не надо. Три слова запомнить, в принципе, очень просто. Я вот всегда с детьми поняла, что чем проще, тем лучше. Когда грамматические чанты даем, мы просто... Давайте попробуем слова. I like, да, добавим. I like emotion. He likes fun. They like worship. I like emotion. Попробуем? I like emotion. I like fun. Okay. I like... I like... И мы с вами попробуем отработать, да, что в третьем лице единственное число будет у нас окончание S. I like... I like emotion. He likes fun. He likes fun. They like workshop. Ну и по формуле, да, не забываем по три один. They like workshop. I like emotion. He likes fun. They like workshop. Ну и по формуле, да, не забываем по три один. They like workshop. I like emotion. Ну, давайте, значит, сейчас посмотрим еще один метод, как вы, как вы поняли, что, как составляется. Могли бы вы составить вот из этих слов chant? Fight. Fight. Посмотрите, пожалуйста. Emotions. Emotions. Да, да. Картинка. Fight. Emotions. Dancing. Попробуйте сами составить, чтобы у нас получилась формула два, три, один. Самое краское, два, три. Dancing. Emotions. Clip. Dancing. Emotions. Fight. Dancing. Emotions. Dancing. Emotions. Dancing. Emotions. Dancing. Emotions. Fight. Вы знаете, метод физического реагирования сверху написан. Это еще один такой метод активный, когда очень популярен в начальной школе. Когда я прошу, если clap, мы учим, то они clap, если jump, то jump. Могли бы мы с вами попробовать? Кого можно попросить? Павел, могли бы вы мне поассистировать и вот показать, да, как? Fight. Как мы будем? Попробуйте. Fight. Как запросить? Fight. Это вот картинка. Что это такое? Fight. Коммуникативные бои наши, да? Fight. Fight. Нет, это physical response. Total physical response физического реагирования. Fight. Fight. Emotions. Emotions. Excitement. And dancing. Okay, let's continue. You hear, вы слушаете и продолжаете, да? Мы все помогаем. Dancing emotions fight. Dancing emotions fight. Dancing emotions fight. Dancing emotions. Dancing emotions fight. Okay, can you see, можем сказать, что такое dancing? Танцы. Танцы. Что такое emotions? Emotions. Emotions. And fight. Do you remember? И помните сейчас? Бои. 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 Битва. Thank you very much. И это еще был метод физического реагирования. Total physical response. Еще один метод. Спасибо. Я готовлю вас к одному такому мероприятию. Драматизация. Драматизация. Кто знает эту фразу? Давайте хором ее скажем. Don't worry. Be happy. Знаете, как она переводится? Знаете? Хорошо, не говорите перевод. А кто не знает? Можете ли вы сказать эту фразу с такой интонацией, чтобы Павел понял? Скажи. Перевод? Нет. С такой интонацией, чтобы… Don't worry. Be happy. Okay. Не заморачивайся, все хорошо. Прекрасно. Суть передана. Вы знаете, есть еще один способ такой прочной интонации. Вот посмотрите, с какой интонацией я предлагаю вам сказать эту фразу. Давайте вот повернитесь в тройках и скажите друг другу эту фразу. Вот именно с такой интонацией. Посмотрите здесь. Joy. Да, радость. Okay. Fun. Вот с такой интонацией. Скажите друг другу, что он все будет. Я ее запомнил. Ну, Павел и все остальные. Don't worry. Be happy. Now something wrong has happened. Что-то страшное случилось. Руки, дочки. Такую интонацию. Повернитесь. Скажите друг другу. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Спасибо большое. Так, а вот с такой интонацией. Don't worry. Be happy. Okay. Thank you very much. Ну и еще одна фраза в завершении, прежде чем отправить вас на работу по созданию чанта. Over here we have three hands. Who's gonna be? The teacher of the year? Reform. Who's gonna be the teacher of the year? Who's gonna be? The teacher of the year. Can you say I am? I am. I am. I am. Quorum. Who's gonna be the teacher of the year? I am. I am. I am. Who? Сейчас я хочу вас в группах попросить составить свои собственные чанты по ассоциациям. Вот здесь те слова, которые мы записали, да, и попытайтесь сочетать это вместе с грамматическим чантом. Да, вот это вот мы с вами отрофунтами. Ну, а я бы хотела в это время немного показать вам, показать, насколько этот прием может быть универсальным. Ну, то, что он применим в любой ситуации, на любом предмете, не в любой ситуации, но в ситуации, когда нужно запомнить новые слова какие-то, в ситуации, когда нужно авторизировать грамматические конструкции, это очень важно. И он, в принципе, этот прием ничего такого не требует, никакого технического обеспечения. То есть вот здесь любой может похлопать, потопать, придумать любые другие движения, не только хлопки, но и щелчки, притопывания. И получаются прекрасные номера, прекрасные результаты. Результаты именно мотивируют детей на дальнейшее обучение. Кроме того, у нас улучшается память, улучшается внимание, когда мы пытаемся составлять и вникать в количество словов, вдумываться в слова. Да. Ну, и кроме того, я думаю, что на уроках создается психологический комфорт. Правда же, вам было достаточно комфортно сегодня. Возможности для творчества. Сейчас мы посмотрим, как они реализуются. Сейчас мы закончим, мы послушаем, но про недостатки этого метода, когда я думаю, конечно же, он применим не всегда. Не всегда. Его можно применять, ну, либо на этапе введения, либо на этапе повторения, либо когда нужно сделать какой-то продукт, в каком-то мероприятии, да. Если оценивать индивидуальный прогресс учащихся, то, конечно, здесь нужны другие методы приема. Поэтому каждый метод для приема, он должен быть к месту. К месту и в той мере, в которой он должен быть. Так, поэтому давайте сейчас попробуем послушать, что у вас получилось, и закончим. Так, давайте, ваш чан. Можете сюда встать? Выходите. Ну, давайте так. Время. Да, не сочетайтесь в какой-нибудь фразы еще, нет? Просто свой составляет. Ни с чем не сочетается. Ни с чем не сочетается. Ладно, давайте что-то. Пост любит простоту. Давайте простой. Спасибо большое. Возможно, если мы расширим, у нас получится прекрасный номер на завершение на пятницу. Ну и хотела бы поддержать всех участников. Так что у нас еще не есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то заговорить. До твое. До твое. До твое. До твое. Спасибо. Теперь поднимите, пожалуйста, правую руку всем. Вот так. Начинаете сгибать. Получили ли вы удовольствие от сегодняшнего языка? от мизинчика, от сегодняшнего урока. Хорошо. Было ли легко? Сразу, очень, потом полегчало. Хорошо. Третий пальчик. Понятны ли вам сейчас особенности использования интерактивных методов? И будете ли вы использовать элементы того, что вы видели у себя на уроках? Да? Да? По-два вы можете создать пищу. Можно. Я вижу, где эти методы применить на уроках. Терминология, например, по обществознанию, по истории терминологии, некоторые термины, вот, переложены на ритмическую основу. Я хочу запомнить. Теперь давайте проанализируем, что сегодня было. Что было у нас сегодня? Вот где интерактивность в ходе сегодняшнего занятия вы увидели? Интерактивность в чем была тема? Как? Актуализация? Что вот интерактивного вы увидели какого? Увести осознание сущности вот этого метода. Метод, да? Ну, вот, посмотрите, как я привлекла ваше внимание. Да? Вот, вы ручки подняли, что сложно изучать. Да. Вы уже со мной. Тему тоже вы называли. Как тема? Относится к вам? Абстратная? Абсолютно? Ну, впереди. Ну, актуальная. Актуальная. Актуальная, да. Слова вы все сами мне назвали. Да? Вот, мы с вами поработали. Угу. Еще метод был у нас. То есть, есть эти чарты, да? В чем не взаимодействие. Спасибо большое. Нет. Спасибо за внимание. Спасибо вам.